Татьяна Антоник. Некромантка в Академии Дракона. Пролог. Я собрала с собой все важное и необходимое, что так дорого юному девичьему сердцу. Все ценные вещи нашли укрытие в межпространственном кармане. Не все маги владеют данными знаниями, но я-то ученица старой школы, потомков рода Дерассе, и в свои 22 года прекрасно знала плетение опытных волшебников. Меня зовут Севастьяна. Я из рода некромантов, хоронителей границ, стражей, которые охраняли мир Аридии от монстров хаоса, потомок богини тьмы Морты и последняя из рода. Мою семью, богатую на наследников, долгие годы подло и упорно истребляли, оставив сиротой маленького ребенка. Это сотворили слуги бога хаоса, приверженцы идеологии о мире без магии. Я спаслась только благодаря удаче. В день, когда случилась атака на родовой замок, меня увез на охоту друг и вассал нашей семьи Бернайс де Ланкур. Скрывая от всех, что малышка осталась в живых, он представил меня как свою незаконно рожденную дочь, воспитал и научил справляться с магическими дарами. Неделю назад его душа отправилась к праотцам, а мне пришло на ум решение на время спрятаться в Академии магии семи стихий, где, как ни в этом месте, я получу помощь в освоении ремесла некромантии. Пользуясь прямым родством и расположением Морте, изучила лишь те ритуалы, которые требовали к ней непосредственного обращения. Но боги не терпят настойчивости и поспешности. «Матушка передала мне скрытый второй дар темного менталиста. Нет, она сама не была темной волшебницей. Наоборот, ее сила несла в себе свет и созидание. Пользуясь врожденным волшебством, мать могла читать мысли окружающих людей, влиять на их мнение, но почти не развивала потенциал, посвятив себя семье. А я и подавно не интересовалась такой возможностью в отношении людей, но могла отдавать распоряжения поднятым из земли мертвецам и привидениям. Могла заменить им хозяина и заставить выполнить приказ против воли господина. Могла развоплотить целую армию неупокоенных. Это сильный дар, сразу дающий понять, к какому роду я принадлежу. Последний взгляд на небольшой дом во владениях моего наставника, где я провела последние десять лет, скрываясь как плод внебрачной любви. Две комнаты, ванная, кухня и прихожая. Вот и все. Знали бы далекие предки, как проведет половину детства их наследница. Здесь прошли самые грустные годы и одновременно одни из самых счастливых. Бернайс помог обуздать магию после трагедии с моими родителями. Он сделал все возможное, чтобы я не чувствовала нехватки семейного тепла. К сожалению, его семья меня не приняла. Даже жене и детям он не сказал правды о моем появлении. Скрыл меня от гнева супруги в деревушке недалеко от личного поместья. Старался приезжать почаще. Нанимал мне преподавателей для обучения грамоте, этикету и другим очень необходимым наукам. Все было в строжайшей секретности. От этого зависела моя жизнь. Так что детство сложно было назвать беззаботным. Но дети на то и дети, они находят радости в любом месте и извлекают уроки из любой ситуации. Я еще раз проверила, ничего ли не забыла, и воспользовалась порталом-привязкой, чтобы переместиться к родному дому. Немного побродив по заброшенным владениям семьи, поставила защитные заклинания на замок и оповещение, чтобы знать, если кто-то подозрительный захочет поживиться в родовом гнезде. Замок Кива-Сеир. Замок Кива-Сеир. Больше не переступит порог того места. Шутка ли? Привидения вмиг лишат его жизни. Еще десять лет назад я носилась по улочкам и поднимала из земли мертвых крыс и мышей, распугивая матушкину свиту. А теперь здесь камни, разруха и пустота. Большинство людей и другие существа, живущие в предместиях, покинули дома, узнав, что Дерасе погибли. Боялись. Этого стоило ожидать. В Аридии, при войнах с Ваохом, первыми всегда страдали окраины. Все. Я готова к дороге. Сейчас я направлялась в Академию Семи Стихей, чтобы спрятаться, определиться, что буду делать дальше и накопить силы. Молодой девушке совершить такое путешествие без сопровождения практически невозможно. А мне и подавно. Потомку древнего рода необходимо заботиться о репутации. Чтобы никто не проявлял излишнего любопытства, представлялась всем попутчикам, как юный маг 18 лет Трисланкор и носила амулет, скрывающий истинный уровень магии, мою ауру и внешность. Глава первая. В Аридии. В предместе столицы Пиле, Делалуара. Десай. Готовы предоставить комнату, холодный завтрак и ужин, а также возможность добраться до столицы. Я прибыла в таверну все еще под личиной мальчишки. Здесь было достаточно многолюдно перед началом учебного года, а также многогномно, многоэльфно и много еще непонятно каких народов только не было. Спасибо, уважаемый. Статус, который даже без обозначения пола вызывает сомнение. Нет, обойдусь без ванны. Нет, спасибо, покачала головой. Мне хватит наличия воды в комнате. Мужчина кивнул явно недовольный моим выбором, но уговаривать не стал. Я получила ключи от маленькой комнатушки, умылась, скинула незамысловатый скарб и спустилась в зал, чтобы получить обещанный ужин. В вечернее время постоялый двор обрастал голосами гостей, желающих посплетничать, выпить Эля и узнать последние новости. Ужин на одного. Вежливо попросила я у проходящей мимо служанки. При моей тщедушной фигуре и звонкой трели, которую я издавала, плохо походившей на мужскую, требовать и голосить не стоило. В конце концов, меня здесь и прибить могли. Девица, словно опытный дознаватель, окинула меня пристальным взглядом, определяя социальный статус. Я даже испугалась, думая, что та догадается о моем маскараде, но она, к счастью, пожала плечами и крикнула второй подавальщицы. «Рина, обслужи мальчишку!» Отвернулась от меня и подошла к другому посетителю. Быстро сев на свободное место, находящееся почти в центре таверны, я дождалась своего заказа. Начала уплетать еду и осматриваться. Готовили здесь неплохо. Да и голод был сильным. Вокруг меня стояло много длинных столов по центру зала. Ближе к окнам располагались меньшие столики, рассчитанные на небольшие компании. Туда мне путь заказан. Ведь именно в таких закутках обычно рассаживались опасные ушлые люди и представители других рас. Позади расположилась большая компания людей и полуорков. Видимо, местные стражи, а может, наемники. Таких всегда много в дни поступления адептов. Они весело гуляли и сильно шумели, зажимая по углам девушек из обслуги. Хозяин смотрел на это сквозь пальцы. Ему проблемы с такой большой воинственной оравой были не нужны. Слева была дверь на кухню, а рядом находилась лестница на второй этаж к жилым комнатам. Справа от центра зала располагалась барная стойка. И около входной двери еще одна. За ней трактирщик принимал всех гостей, получая монеты. Всюду сновали подавальщицы. В основном человеческие девушки, одетые в длинные юбки, белые блузки и такие же белые переднички. Народ отдыхал. Стояла очень звонкая, веселая атмосфера. Вертясь по сторонам, я старалась не удивляться. Как только наставник отправил меня в деревню, за мной был не самый лучший присмотр. Так что я часто бродила в образе мальчишки по ночам вблизи таверн. На тот момент мне, обозленная на весь мир, хотелось нарваться на неприятности. Но все это быстро прошло, когда пробудилась магия. А сейчас украдка я посматривала на мужчину, сидевший на его коленях десаей. Та хохотала, принимая ухаживание. А ее воздыхатель, не отрываясь, пялился в глубокое декольте. Неожиданно на постоялом дворе появились три воина. Высокие, сильные, все темноволосые и почти на голову выше всех присутствующих. Продолжение следует...